Посмотрите, кто ко мне пришёл под утро. Сипишь ещё? Нет? Малыша забрал Денис. Что-то как-то она сегодня не очень хорошо спала. Наверное, опять какой-нибудь скачок роста, на который я всё время сваливаю всё. Я спала сегодня вот в такой штуке. И последнюю неделю. Это капа для моих верхних зубов. Я сегодня иду на отбеливание. И до этого нужно было их тус-мусом напитывать. То есть я сюда тус-мус намазывала из палаток 7 дней. Это реминерализация была. А почему там играет ИДВР-ВР? Там. Ну да, у меня же сегодня стоматолог 9 уже. Снова я даю лекарства Мире. Только это уже не бактериофаг, который она пила, а пробиотик. Притом он более сладкий. Я сама его попробовала. Но она пьёт его хуже. А бактериофаг был горький. Ну-ка. Да. Предзавтрак, малыш, у нас. Да. Молодец. С таким доверием ты смотришь. Да. Да, всё здорово. Уже полшприца выпила. Да. Ещё. Ам-ням-ням. Да, вот потом молочко будет. Вот этот прореживатель. Я долго думала, как вообще ребёнок его держит. Ой. Прям хочется, да, Мира? Зачем вот это колечко нужно? Ой, как у тебя чешется, да? Дёсно чешется? Я приноровилась его надевать ей на большой палец. И она тогда его не выпускает из рук. Долго грызёт. Таймер сработал. Знаете, что здесь? Это то, с чем я попрощаюсь, скорее всего, на месяц или больше. Ой. Как-то сейчас осознала, я печально стала. Горький шоколад и кофе. Почему? Потому что после отбеливания зубов нужно придерживаться белой диеты. Как вы понимаете, шоколад и кофе в эту белую диету не входит. Поэтому это мой последний приятный момент. Можно, кстати, уточнить, можно ли мачу пить на вот этой белой диете. У нас, как всегда, супер суетное утро. И реально, это такой контраст, когда у тебя один ребёнок, а когда у тебя два ребёнка. Именно в плане утра. То есть, окей, рабочую часть мы реально очень круто оптимизировали с Денисом. У нас есть помощники. Мы успеваем поработать, заняться собой, заняться детьми. И утро, это просто трэш. То есть, пока утро, это самое просто коллапс происходит. Потому что и малыш проснулся, ты как бы ухаживаешь за малышом. И общие такие дела, как завтрак нужно сделать, да. Без чего ты не выйдешь из дома, без чего Ева не выйдет в садик. Сама Ева очень зависит от её настроения и её вообще способность слушаться с утра. Когда вот дверь закрывается, и Денис уходит с Евой в садик, у меня такой выдох и глобально происходит. Типа, всё, мы всё сделали, мы всё успели. Потому что реально, иногда у Евы просто в момент меняется настроение. И она такая, я никуда не пойду, вообще ничего не буду делать, я буду наездницей. Это у Евы любимое, в последнее время, любимая тема. Она говорит, я буду наездницей. Собственно, мы в этом блоге с вами поедем, скорее всего, в конный клуб. Я реально хочу дать ей попробовать покататься, попробовать в деле то, о чём она так мечтает. Потому что пока что из всех хобби направлений кружков, которые мы только пробовали, Ева нигде не задерживается. Но, и надо сказать, это была больше моя инициатива везде её поводить. Ну, то есть, я не заставляла нигде быть долго. Мне просто говорю, хочешь на танцы? Она такая, пойдём. Сходим на танцы. Типа, я их сама нашла. Я его привела в коллектив. И она там 3-4, максимум было раз в 6 сходит, и всё. Я решила бы больше вообще ничего не предлагать и просто ждать её инициативы. И она появилась. Она сказала, что я хочу стать наездницей, и что она хочет попробовать конный спорт. Ну, посмотрим, что это для неё означает на самом деле. Потому что когда-то она тоже говорила, я хочу научиться играть на скрипке. Я пригласила преподавателя по скрипке домой. И, во-первых, мне сразу сказали, что это самый сложный музыкальный инструмент из всех. И что, ну, 4 года это не то, что рановато. Да, как бы если ты настолько уже в 4 года горишь этой идеей, ты можешь начать знакомиться, но очень постепенно и очень, типа, плавно, медленно. И, конечно, не так, что ты сразу же начинаешь играть на ней. Но Еве сразу же не понравилось. Ну, то есть она сразу такая, нет, вообще не буду, не хочу. Она такая говорит, нет, я хочу где-то петь, выступать, танцевать. Вообще хочу на лошадях кататься. Вот я вообще к чему говорила? К тому, что иногда Ева по утрам говорит, я не пойду в садик, я пойду на работу. Она знает, что мы работаем, да, и она говорит, я тоже пойду на работу, а я буду наездницей. Говорит, я буду зарабатывать деньги и покупать в будущем своим детям игрушки. Окей. То, что я сейчас делаю, это, конечно, вообще не обязательно перед стоматологом. То есть, как бы, просто у меня сейчас есть пять минуточек. Кстати, почему вообще отбеливание? Суть в том, что у меня на первых четырех зубах виниры стоят. Дальше на дальних шестерках, восьмерках у меня коронки. И внизу у меня здесь тоже коронки. Мои клыки, это мои, они здоровые относительно. У них было по одному мини-мини кариесу. У них у меня такие стойкие оловянные солдатики. Учитывая все остальные зубы, вы можете посмотреть историю моих зубов, если вдруг впервые слышите о чем-то в формате моих зубов. Не понимаете, почему я так говорю. В общем, у меня очень сложно найти зуб, который не пролечен и который вообще живой. Так вот клыки мои, но они со временем темнеют. То есть, так как мы сделали виниры цвета, которого хотела я, мы тогда тоже сделали отбеливание, когда делали коронки виниры. Но сейчас со временем, как минимум, я пью кофе, проходит время, ну там много чего еще я делаю, наверное. По сути, из самого красящего, мне кажется, это кофе. И они потемнели. Ну это прям видно, как здесь четыре белых, клыки такие более темные и дальше тоже продолжаются более светлые. Но я, если честно, не хочу обтачивать свои клыки, чтобы навсегда сделать их типа винирами. Хотя сегодня спрошу об этом. С одной стороны, это твои здоровые зубы, да? Зачем их обтачивать? Ну, с другой стороны, как бы у меня все остальные тоже виниры стоят. Везде же обточили. Там, конечно, мы делали это больше даже из нужды, потому что и так моего зуба там осталась, знаете, спичечная эта головка. А где-то на неживой зуб, например, вообще нельзя ставить винир. На неживой зуб ставят именно коронку. Поэтому где-то у меня стоят коронки, а где-то виниры. С одной стороны, если так задуматься, чтобы спокойно пить кофе, реально, прикиньте, ради кофе. Ну и чтобы не ходить на отбеливание, можно сделать виниры на клыках. Спрошу сегодня у своего стоматолога. Ну что, девочки, зацените результат. Мне очень нравится. Я прям вижу эффект. Мне дали еще набор для домашнего отбеливания. В те дни, когда, во-первых, хочется, например, перед съемкой, перед фотосессией какой-нибудь, прям супер-вайт эффект, нанести скапу просто на ночь и все. Ну то есть можно вот так поддерживать таким образом. Прием у меня был всего лишь час. По 15 минут два раза мне светили лампой. Насчет того, кстати, больно это или нет. Смотря какая чувствительность зубов. Собственно, мы поэтому и занимались реминерализацией всю неделю прошлую. Это как минимум снижает вот эту чувствительность. Так же индивидуально это просто зависит. Вот почему-то чувствительность у кого-то прям стреляет неприятно зубы и прям наносит анестезию. Так как мы мне отбеливали только клыки, а в клыках до дентина очень большое вот это расстояние у эмали, как я понимаю, ну вот этот вот слой, мне не было больно. Вот, только под конец немножко было, ну прям горячо, типа так. Но теперь прямо. Все, еду домой к малышке. Зацените нашу погодку сегодня. Это когда дождь со снегом и ноль градусов. Вот такое происходит. Просто лед. Кстати, это козырек. Ваша рекомендация. Я заказала на ВВ. Очень удобно. Дополнительный козырек на коляску. Что он закрывает от дождя, от снега, от ветра. Прикольно. Хотите один пример из жизни, как дети оптимизируют нашу жизнь? Хотя у меня таких примеров примерно миллион. Но, например, с рождения мира я поняла, что я не буду и не могу тратить. И не хочу, наверное. Самое главное, не хочу. Тратить время на то, чтобы идти в столон, делать себе брови, оформлять брови. А нужно мне их делать примерно раз в три недели. Это нужно заложить дорогу туда. Там сама процедура. Дорога обратна. И как бы не то, чтобы я не могу. То есть понятно, что я выделяю время на то, что я хочу. Например, на съемку пойду, да. Выделю время. А тут мне прям как-то не хочется. То есть это не та деятельность, не та процедура, ради которой я бы хотела вот так тратить время. Я нашла бровиста, который может приходить на дом. И получается, я трачу ровно своего времени столько, сколько занимает процедура. И даже когда малышке было три недели, по-моему, первый раз ко мне пришла бровистка, я была рядом с ней. Я могла подкормить, я могла быть рядом. В общем, это суперудобно. И, если честно, мне очень это нравится. И даже сейчас, когда у меня уже больше времени, и дальше у меня будет тоже больше времени, я все равно хочу оставить вот этот формат. Когда мне не нужно идти в салон, не разговаривать ни с кем, я не хочу разговаривать. Короче, мечта интроверта. Когда к тебе приходят домой делать процедуры. Но с маникюром, например, так не получилось, потому что вот эта вся машина, вот это оборудование... Во-первых, сложно перетаскивать, да, туда-сюда. То есть не каждый еще мастер согласится. Моя мастер не согласилась на дом так приезжать. Но еще она не посоветовала из-за пыли. Потому что это очень много пыли. И даже если ты приносишь с собой пылесос, и все это вытягивается, но не все вытягивает. И вся эта мелкая пыль останется у нас дома. Тоже как бы такое себе. Мне проще быстренько съездить. Тем более, что у меня очень близко. Вот обожаю Екатеринбург за это. У нас есть все, что нужно, но очень в компактном формате. То есть нет такого, что ты ради одной какой-то процедуры тратишь полдня. А вот так выглядит ускоренная запись лекции для моего проекта по восстановлению после родов. Сейчас активно идут съемки этого проекта. И дома я снимаю то, что можно снять дома. На студии снимаю только практики, где нужно прям много пространства. Именно этот кусочек посвящен нашей осанке при ношении малыша на руках. Как не навредить себе и своему подвоночнику. Нам уже потихонечку начинают приходить подарки с Озона, который мы заказывали на Новый год родным близким, чтобы потом в 20-х числах судорожно не бегать по магазинам. Я думаю, все уже знают, но на всякий случай напомню, что Озон это маркетплейс, где покупателям доступны миллионы товаров по очень выгодным ценам. Одежда, обувь, косметика, техника, товары для дома и для детей. И все это с очень удобной доставкой до пунктов выдачи заказов или прямо до двери. Кстати, при заказе обуви и одежды до пунктов выдачи заказов можно оплачивать товары после примерки. И прямо сейчас у Озон проходит финальная распродажа года с 1 по 25 декабря. Там много очень классных предложений со скидками до 80%. Так что, мне кажется, сейчас самое время для таких покупок. Подробности вы увидите в описании или здесь по QR-коду. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я вам покажу наши любимые грызунки. Топ. Наш топ. Притом с Евой ни одного из них не было. Она как-то другими обходилась. Но эти прямо вообще очень классные. Лидирующую позицию занимает вот такой грибочек. Почему это удобно? Потому что... Надо сразу в рот. Потому что она берет вот этот вот маленький ствол, за палочку берет. И потом, даже если она ее перестает держать, вот этот ободочек держится на кулачке легко и не спадает. То есть она не улетает в разные стороны, эта игрушка. Но и здесь удобно грызть вот эти штуки. Еще она как погремушка. Она гремит и присасывается. Топ-два. Здесь удобно такие вот лепесточки грызть очень. Держать в ручке тоже удобно. То есть она маленькая, миниатюрная. Давай, малыш. Что ты выберешь? Слишком, слишком сложный выбор. Номер три. Это бананчик вот такой. Его тоже можно держать двумя ручками или одной рукой. Но она его чаще выранивает. Роняет, короче. И прикольно, что вот этой штуки прям можно почесать деснам. Мне кажется, мы заценим, когда особенно зубы полезут у мира. И можно будет прямо так вот чесать. Ну-ка, дай, пожалуйста. Топ-доп. Тебе приятненько? Приятные ощущения? Что это происходит? Твоя первая зубная щетка. Ну и еще одна классная игрушка-провязыватель. Это Happy Baby. Вот это все это на ВБ я нашла. Вот эти все. Мне кажется, их легко найти. Просто писать прорезыватель, грибок. А это Happy Baby. И у него много разных вот таких лучиков, которые можно грызть, сосать. И я думала, как закрепить удобно, чтобы мира не роняла ее. Я в итоге на большой палец вот так ей надеваю. То есть она сама держит. Давай покажу малыш. Вот видите, я на большой палец надела. Она сейчас могла его легко уронить. Но так как большой палец в колечке, она его не роняет. Давай, давай. Чини к себе. Малыш. Вот так начала хорошо набирать вес, и я прям успокоилась. Потому что до этого прям по нижней границе проходила. И нам даже педиатр сказала, что если так будет набирать, то в 5 месяцев желательно бы начать прикорм. Я как бы ничего против не имею, но не знаю. Хотелось бы 6 месяцев это сделать. Ну, понятное дело, что если бы нам прям настоятельно порекомендовали, что она не доедает, что-то не усваивается, то ввели бы типа с кашек. Но в этом месяце у нее прям рывок. Вот такой вот вперед. Благодаря лечению я рада. И все у нее молочко усваивается, и щечки растут, маленькие булочки. Мы едем по солям. Такой пупс. А лосатки не будут прям по кулку, пока тем не будут кататься? Ну вот посмотрим. Я там впервые буду. Там будет прям у тебя тренировка. Я уже хочу прям у тебя спим на лосатке покататься. Да. Мы еще поедем в пути, в дороге. Они за городом живут. Помнишь, я тебе говорила, что они далеко живут? Угу. Чупа-чупс его зовут. Я его смотрю. Чупа-чупс, иди сюда. Иди сюда. Иди. Иди. Простите вас, ладошки. Пойдем? Пойдем? Еще у него. Ой, какой. На ладошке. Я на чупачок сижу? Вот так вот, да? Да. Нет. А, кстати, я не посмотрела даже. Повыше. Повыше. А он не дотянется. Ой, да какой. Ну, да. Уже обувь. Ну, смотри, он ждет его еще. Дашь ему еще? На ладошке. Пойдем. Пока, чупа-чупс. Ева, смотри, перед тем, как кого-то кормить, спрашивай, у нас можно ли. Ух ты. Потому что где-то написано, что кормить нельзя, например. Смотри, Ева, пони захотела. Давай пони покормим. Привет, пони. Будешь кормить? Хочешь, я покормлюсь, а ты боишься? Ладно. Ой, чуть-чуть шутки. Ой, как она, да? Она губку бьет из стола. Такая кролика. Миленькая. Вот это вот, где кормить? Угу. Черного. Там написано. Смотри, Ева, как она просит. Вот это. Просто. Я тоже здесь есть. Он как Цезарь объявляю. Общее собрание. Давай, я тебя здесь отпускаю. Ты тренера, Зайка, слушай. Да, я буду рядышком. Ты мне расскажешь, как ты делаешь. Пользуешься, да? Да. Толкай, 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 толкай. Кто там? Братик или сестренка? Сестренка. Ева, ты поехала с Толей, все? Ты поехала? А мне с вами можно походить? Походите вот ту коту, опасайтесь вообще. Ладно. Опасаюсь. А как ту... Ты еще успеваешь собачек смотреть? Ну как тебе, Ева? Какая ты высокая. Выше мост всех, даже лучше папа. Ух ты. Новое хобби у Ева появилось. Это все вырезать. Это вырезать с утра. Ева в ноутбуке у папы нашла нужные картинки. Потом мы их распечатали. Можно еще лапки вот здесь повырезать вот так вот. Хочешь? Угу. Давай. Прям это папа, да? А это его... Нет, нет, это дочка. Кто? Вот это. Вот это ты вырезаешь дочку? Да. Почему она больше чем... Посмотри, какая дочка грозная. Это прям Ева. Наш случай, да? Нет, нет, нет. И расскажи, что мы ждем, Ева, чтобы сейчас курьер принес что? А это Ева. Костюм тигра. И ты будешь кем? Тигра. И что ты будешь есть? Рыбку. Это наша любимая рыба, называется Дорадо. Не очень эстетично выглядит, я у нее оторвала голову. Мы вдвоем с Евой одну вот так вот съедаем обычно. Она очень вкусная. Кстати, я сдалась и купила вот такую сушилку. Потому что наша сушка, которая встроена к стиральной машине, она иногда садит вещи. И для некоторых вещей, особенно для детских, особенно для деликатной ткани, нужна нормальная все-таки сушка обычная. И я выбрала вот такую компактную. Вообще она вроде как симпатичная. Хотя бы она не загромождает пространство вот так вот, знаете, когда вот так стоит очень громоздкая штука. Смотри, няня гуляет, Ева. Я не вижу. Подойди поближе. Дождались. Дождались. Как быстро. Вот теперь ты понимаешь, что такое полчаса, да? Ура! Ура! Вау! Как он мило упакован. Уи! Уи! У Евы точно будущее какого-то дизайнера или актера, я не знаю. Я этого. Потому что это любовь к нарядам, переодеваниям, костюмам, выступлениям всяким. Он на пуговицах или на замке? Он на пуговицах. Какой холодненький. Холодненький. О, смотри. О, тут замок, да? Попа. А, это чтобы в туалет удобно ходить. Мама, принеси мне косачьи лапки от моего костюма. И оранжевые, и оранжевые носки. Я нашла только такие. Вот. И лапки. Ой, тигромик. Я буду счет тебя. От сломок и пантер. Тигра. Покажи хвостик. Три. Три. Реальный колготки. Потому что у мира утренний сон самый крепкий. И они будут гулять с мамой. На самом деле, знаете что? С колготками было очень мягко спать. Это факт. У меня были проблемы с кончиками, как закрепить кончики. Но вот эти штуки сами, вот эти прядки, мне кажется, закрепились хорошо. Сейчас посмотрим. В целом, на съемки я всегда смогу... Аааа, поняла. Поняла. Просто волны, короче, без вот этого ощущения, как бы, таких вот, более широких волн, понимаете, да? То есть, прям такие, они... Как будто я косички запила. Вот. Потому что, ну, колготка тонкая. И, разумеется, я свою густую прядь обвивала об нее. Но в целом, прикольно. Я такой милый барашек. Ну, как бы, вот эта прядь странно от лица смотрится. Окей. Что скажете? Ну, как бы, в плане завивки это самый лучший раз. Потому что в прошлые разы у меня вообще не особо что-то держалось. Но мне интересно, как я сегодня буду записывать йогу. Пудрюшка с йогой. Ой, сейчас Еве покажу. Посмотри на мои волосы. Ты что за штук это? Классно лазишь. Вау, прикольно. Ты как пуделек. Барашек. Смотри, мама, барашек. Ева. И еще одень, пожалуйста, такую... Такие... Красивые джинсы. 99? Ага, это 10. 100. 908. 99. Я это сказал уже тысячу раз и говорю тысяча первой. Все. Я закладываю глаз, да? Закладываю. Все, пойдем. Подпечатаем. Все, я устал. Где выход? Так, киска. Так, упражнение. Закрыл глаза и на спине. Чувствую лошадь. Ага. Я в чердак езила. Ты прям чувствовала лошадь? Угу. У нас в студии, конечно, находятся в самом, я не знаю, странном месте. Но очень хорошая студия, при этом миллиард ходов здесь. Хорошо, что я приезжаю сюда. Так, сразу направо, мне сказали. Направо у нас обувные шкафы. А, налила все-таки. О, май, гад. Ой, какая красивая. Мне вот эта стена прям очень отчитывается. Ой, я супер рада. Мы все сняли, все потрясающе вообще. Немножко ходил этот мусоровоз, или кто это, очиститель снега. Доброе дело, конечно, дело, но он чуть-чуть шумел. Ребята сказали, что вывезут это как-то на звуке. Ну, я в них верю. Бегу к малышке. К своей. Ты разворачиваешься уже вокруг своей оси, да? Молодец, здорово. Ой, сложно, да, немножко? На, тебе сил добавить эта штука. Агу. Мира. О, ты вертишься вокруг себя, да? Так вот погрызть хочется, да? У тебя чешется зуб. У тебя чешется зуб, как-то здесь надо. О, приятно, да? Ой, неприятная какая штука, да? Ощущения неприятные. Хочешь так погрызть и почесать? Почти, почти. О, смотри-ка, сама же, сама же. Вот здорово как-то. В эту сторону вообще хорошо, да? Переворачиваешься. Ого. Ну, погоню. Конечно. Я согласна. Сложная работа, да? Учиться ползать, учиться переворачиваться. Здрасте. А так тебе поинтереснее гружать? А на маме-то? Ай. Как классно, да? Ой, как классно, да? Слюна течет. Слюна течет. Я вижу, слюна течет. Твоя слюна течет. Агу. Агу. Твоя слюна течет мне на футболку. Прямо сейчас. Ты понимаешь? Конверт, да? Да, да. И отправим по почте. Деду Морозу. По почте. Ну, давай. Как мы начинаем наше письмо? Как мы скажем в самом начале? Дед Мороз, Дед Мороз. Подари мне игрушку, солнышку, и внутри нее будет плед. Давай по порядку. В самом начале мы пишем Дорогой Дед Мороз, да? Дорогой Дед Мороз. Дорогой Дед Мороз, купи мне солнышку. Смотри, я имею в виду напишу. Дорогой Дед Мороз, восклицательный знак, смотри, это восклицательный знак. Это означает, что мы говорим Дорогой Дед Мороз, как бы так, знаешь, громко как будто. Я хочу, да? Подари мне, пожалуйста, Новый год. Давай так. Да. Новый год. Подари мне, пожалуйста, солнышку, и внутри нее будет плед. Хорошо. На Новый год. И еще нарисуй солнышку. Да, ты вместе со мной, да, Нарисюш? На Новый год солнышку. И нарисуй еще солнышку. А внутри нее плед, да, должен быть? А ты можешь, знаешь, ты же умеешь писать Ева. Ты можешь в конце написать Ева. Вот здесь вот. А здесь еще смешнее. На камере еще смешнее, да? Еще нарисую волосики. Еще нарисую ему крылочки. Точно, крыльев не хватает. Я думаю, чего не хватает? Ой, какая прелесть. Какой-то у меня зомби получился. Нормально. Дед Мороз поймет. Мы же написали здесь текстом. Нам нужно письмо вырвать. Аккуратненько вот так. Держи. Теперь мы делаем конверт. Для него нам понадобится побольше бумага. Ты снимаешь, как я делаю конверт? Угу. Эх, ты не снимаешь. Ничего. Ты держишь палку эту как хочешь. Мама. Ну, Ева. Мы делаем конверт. И сейчас здесь мы сделаем степлером. Вот здесь вот. Чик-чик. Два раза. Чик-чик. А где он находится? В кабинете. Пойдем в кабинет. Держи. О, прикольные стучки. Это новые? Где? Да, это блоки для йоги. Красивый, да? Под цвет теперь у меня коллекция. И нам нужна какая-то наклейка. Давай у меня посмотрим ящики. Может, у меня есть наклейки? Нет, я сама пересушу. У меня есть. Новогодний слип. И у меня такая же пижамка для Евы. Она ее еще не видела. Сейчас сначала я хочу надеть слип на миру. Ева увидит, скорее всего, скажет. Я тоже хочу кто-то такое. И я скажу, а у меня есть. Вот это план. Вот это у меня план. Да, скажи. Вот это круто. Замочек. Замочек это самое удобное, что только есть. Да, скажи. Никаких тебе клепочек не надо. Ничего. Мне нравится, что замочек не мешает ползать. Точнее, лежать на животе. То есть вот на животе лежишь. Здесь нет замочка. Он по боку идет. Да? Классно как. Мира в итоге поправилась. После приема секстофага. Она такой, что внезапно, почему я говорю? Я для влога написываю. Получается, у нее был курс секстофага. А потом курс пробиотиков. До сих пор она пьет пробиотики. И прям такая щучка-щучка стала. Прям щучка-щучка. Стала набирать нормально. Есть нормально. Спать нормально. Да? Что скажешь? Консультируйтесь с врачом перед применением. А, ну конечно. Я же, да. Я говорила об этом, что это типа нужно. У всех случаев уникальное. Ну да. Важно найти своего педиатра хорошего. Вообще важно начинать решение любого проблемы онлайн сейчас. Потому что раньше как было? Смотри, приходишь к терапевту, он тебе никогда ничего не делает. Он направляет на какие-нибудь УЗИ, к другим специалистам. А ты тратишь время. Сейчас практически ко всем специалистам есть запись онлайн. И это я вот уже маму за неделю два раза записал. То есть ей не нужно ехать из деревни в город. Онлайн оба звонка, оба приема за 7 минут прошли. И оба врача сказали, вот ты сделай УЗИ сначала, а потом вот это еще сделай. Все. Ты экономишь в данном случае на приезде в город. Да, конечно. У нас вообще педиатр, считай, уже с Евой сколько? Четыре с половиной года. Во всех путешествиях она нас консультировала по всяким вопросам. Там сыпь, не сыпь. Фотку скинули, видео скинули. Максимально там кадры прислали, все видно на самом деле. Ну, понятно, что лучше вживую, но когда нет возможности, это, конечно, всегда лучше. И хорошо, что адекватно у нас очень даже педиатр. Короче, сейчас онлайн, вот, концепция, да. Точнее, понимание не только продукты и товары. Еще и поход к терапевту, к первичному доктору. К специалистам, да. Да, не нужно. А вот потом, когда уже что-то физически надо делать, тогда идешь. Ой. Что идет? Там как-то над зонтиком кто-то идет. Ева. Это кому? Тебе. Вау. Так, это попка. Вот, видишь, это попка. Сидишь, да? Нет, пижама. Ё, 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 какой пёс какой-то интересный. Такое еще бывает. В смысле, ну, конечно. Не в боевые пришло в голову, что старшая сестра, было бы классно бы младшую сестру. Ну, здесь нет с надписи старшей, здесь просто... Нет, ну, как раз она была в этом костюмчике. И есть этот, понимаешь, параллель. О, болтый мой! Как такое бывает? Как такое происходит? Это как-то, как-то наши мысли столкнули со всеми. Невозможно, я считаю, это невозможно. Пичинюхи! Пичинюхи! Папа. Вау. Вот это куки. О, а так будет классно. Скажи, называй меня Куки. А так будет классно. О, печенька под зонтиком. Это очень важно, чтобы не размахнуть. Ё-моё. Две печеньки встретились. Это очень мило. О, какие сладкие пищеньки. О, какие сладкие пищеньки. О, какие сладкие пищеньки. Она такая, что происходит в зоне, да? Ты маленькая пищенька, а ты большая пищенька. Отпускаю. Нежная пищенька. Теперь я буду покатиться. Папа. Прям на полу поднял. Прям на полу поднял. Субтитры создавал DimaTorzok